Пилоты, столкнувшихся с Су-34, могут обязательно ремонтировать самолеты за их счет. Два истребителя-бомбардировщика задели друг друга во время тренировочного полета в Липецкой области. Сначала сообщалось, что летчики погибли, но потом выяснилось, что им удалось посадить поврежденные машины. Правда, теперь им, возможно, предстоит оплачивать на ремонт. Насколько это правомерно, выясняла Диана Чубанова. Авиаинцидент в Липецкой области — это не столкновение двух истребителей-бомбардировщиков. Произошло касание, но двойное. Из-за потери визуального контакта один из самолетов сперва ударил другой концом крыла по кабине. А при попытке изменить курс истребители столкнулись еще раз. Пилоты в результате происшествия не пострадали. Более того, им удалось посадить оба самолета. Но сушки получили серьезные повреждения. Один лишился так называемой законцовки крыла с аппаратурой комплекса радиоэлектронного противодействия. У второго повредились кабина, фюзеляж и двигатель. В него попали обломки. Обе боевые машины принадлежат Центру подготовки авиаперсонала и войсковых испытаний Министерства обороны. При этом, как сообщал ТАСС со ссылкой на источники в славых структурах, летчикам, возможно, придется возмещать причиненный ущерб. Ведь касание произошло по их вине. Это нераспространенная практика, но если летчики служат на контрактной основе, обязать выплатить их ущерб могут, говорит авиаюрист Алексей Елтунов. Тут специфика военная. В основном все летчики на контракте, с ними заключены контракты. Наша армия переходит на контрактную систему. Соответственно, скорее всего, они несут материальную ответственность за веренное им имущество. А имущество это в том числе самолеты, которыми они управляют. Если действительно будет в комиссии военной доказано, что это из-за непрофессиональных действий летчика, то, возможно, к нему будут применены меры материального взыскания. Это не запрещено, по крайней мере, законодательством. Вся военная техника, она очень дорогостоящая. Если лицо, допущенное к управлению воздушным судном, допускает какие-то элементарные нарушения техники безопасности или еще чего-то, то он должен нести какую-то материальную ответственность, как минимум. Потому что просто так это не должно проходить. По словам эксперта, сначала будет тщательное расследование инцидента. Ведь касание было ненамеренное. Возможно, это будет только частичная выплата ущерба. Повреждения значительные. Трудно представить, что на заработок военного летчика эти самолеты можно восстановить. Информация о том, сколько может стоить ремонт, недоступна. Но это от сотен тысяч до десятков миллионов рублей. Официальных заявлений от Минобороны по поводу инцидента не было и говорить о стоимости потерь пока рано. Но в любом случае, летчики не должны оплачивать эти повреждения, считает зам главного редактора журнала «Авиапанорама» генерал-майор, заслуженный военный летчик России Владимир Попов. Это подход в корне неверный. Даже если это происходит по вине летчика, вина летчика, она здесь неумышленная. Здесь выполнение служебных обязанностей. Мы выполняем боевую задачу, даже если выполняем учебно-тренировочные полеты. Учеба – это тоже боевая подготовка. Та, которая может понадобиться в любое время, в любой момент для выполнения служебно-боевых задач по охране и обороне государственных границ. Рассуждать, что допущенная ошибка связана именно с халатностью управления самолетом, с преднамеренным нанесением ущерба, я думаю, что неправомерно. Пилоты не камикадзе. Мы уже изначально подвергаемся риску большому при выполнении полетов. По словам Владимира Попова, такие жесткие меры к военным летчикам в последнее время встречаются, хоть и редко. Говорит, что ему приходилось защищать пилотов, попавших в подобные истории. Один из самых громких случаев произошел осенью прошлого года, когда российского военного летчика морской авиации «Болтфлота» Сергея Нефедова хотели оштрафовать на 27 миллионов рублей за неудачную посадку Су-27. Но после того, как за пилота вступилось руководство Минобороны, самолет отремонтировали за счет государственных средств. Военный вертолет Ми-8 сгорел на аэродроме в Саратовской области. ЧП произошло в поселке Соколовы после дозаправки. Первая информация происшествия была о том, что Борт потерпел крушение. Потом появились уточнения. Да, вертолет был в воздухе, но только взлетал. Все последние подробности у нашего корреспондента из Саратова Александра Урьевского. Сегодня вертолет, который загорелся на аэродроме под Саратовом, как сообщили источники «Комсомольской правды», это оказался транзитный. Вертолет, он не размещается постоянно на территории возле поселка Соколовы, где расположен учебный центр. Этот вертолет вместе с еще одной машиной пролетал транзитом через Саратовскую область и попросил посадку здесь для дозаправки. После дозаправки при взлете возникла нештатная ситуация. Вертолет не смог взлететь, как сообщают источники, не хватило тяги. Он накренился, упал, подломилось шасси, и он загорелся. К счастью, экипаж, три человека, все успели вовремя эвакуировать. О состоянии летчиков нам рассказал зампред областного правительства Роман Бусаргин. Ми-8 полностью выгорел, экипаж полностью спасся, ссадины, ушибы. По предварительным данным, да, транзитный вертолет совершал транзитный рейс. Ну, люди на ногах, скажем так, ожогов нету. Я не знаю, может быть, там ссадины, ушибы, но таких серьезных каких-то травм никто не получил. И это было на территории вертолетной площадки, точно там база, не база, вот тут очень сложно говорить, потому что у них там вот море этих вот мест приземления. По всей видимости, именно то, что вертолет практически не успел взлететь, только начал набор высоты, позволило экипажу спастись, то, что он не упал с большой высоты, у них было достаточно времени, чтобы покинуть машину. Но вертолет полностью уничтожен огнем, дым было видно на десятки километрах вокруг, но, к счастью, все обошлось без жертв. Во вторник штурмовик Су-25 разбился в Ставропольском крае, самолет в момент удара об землю взорвался и полностью разрушился. Оба пилота погибли, они выполняли учебно-тренировочный полет без боекомплекта. Трое российских офицеров погибли в Сирии, об этом стало известно из сообщений Министерства обороны. ЧП произошло в зоне деэскалации Иглиб. По неподтвержденным данным, было совершено нападение на группу из восьми военнослужащих. В результате трое офицеров погибли, двое получили серьезные ранения. Они возвращались в опорный пункт, но за несколько десятков метров до места сбора произошло два взрыва. Это были осколочные мины. В результате этих взрывов трое спецназовцев погибли и двое ранены. А в то же время арабские СМИ говорят о девяти погибших российских офицерах. Несмотря на противоречивую информацию в СМИ, военный обозреватель комсомольской правды Виктор Баранец предположил, что могло произойти по дороге в опорный пункт. Есть две версии гибели офицеров. С одной стороны, одни источники сообщают, что неподалеку от продвижения вот этой группы разорвалась мина крупного калибра. С другой стороны, говорят, что наши офицеры якобы подорвались на мине. Но на что хочется обратить внимание. Если погибло сразу три офицера, два ранены, то это может говорить о двух вещах. Это может говорить о том, что мина попала в штабную группу или в штабную машину, где находилась группа управления, поскольку, вы видите, все офицеры пострадали. С другой стороны, я действительно не исключаю, что это был российский спецназ, в котором некоторые подразделения формируются исключительно офицерами. Но об этом можем только предполагать. К великому сожалению, количество жертв среди офицеров умножилось на три человека. По данным, которые сообщало Министерство обороны за время ввода нашей группировки в Сирии в октябре 2015 года, погибло более 20 офицеров. Здесь нельзя не обратить внимание, что эти офицеры, опять-таки, только по официальным данным, находились в регионе Идлиб. Там сохранилось почти три тысячи недобитков. Игиловцы этой организации, которая запрещена в России. И сейчас вот этот гадюшник пытаются ликвидировать сирийское армию при поддержке, безусловно, российских подразделений. Ответственность за нападение на российских военных взяли на себя боевики из организации «Акциональный фронт освобождения». На Ставрополье обнаружены тела двух пилотов, разбившегося Су-25. Оказалось, что экипаж не успел катапультироваться, летчики остались в кабине. От удара она ушла под землю на три метра. Останки удалось найти лишь после того, как груду металла извлекли из воронки. Известные имена летчиков – это майор Юрий Борцов и капитан Артем Лычев из 368-го авиационного штурмового полка. Заслуженный пилот России Юрий Сытник рассказал комсомольской правде о том, что могло стать причиной трагедии. Три метра – это почти, значит, с углом где-то более 45 градусов они вошли, коснулись земли. А раз так, значит, что это может быть? Или штопор, или бочкой при отказе двигателя, ну, обычно вытаскивают как-то перед землей, но такого удара не бывает. Скорее всего, инструктор, чтобы показывал курсанту, не очень-то рассчитал глазомер силы своей. Вот и все. Это бывает. Это на то, это обучение идет. Ничего страшного нет. Просто ребята, когда шли в летное училище, они понимали, что какой-то процент все равно погибнет их. Су-25УБ – учебно-боевая версия штурмовика Су-25, известного в народе как «Грач». Он предназначен для уничтожения малоразмерных подвижных наземных объектов и малоскоростных воздушных целей.